Гостем нашей виртуальной студии сегодня становится известный борец за освобождение советских евреев и, слава Богу, тысяча раз, слава Богу, бывшего уже Советского Союза, Ефраем Холмянский. Я приветствую вас. Спасибо. Я должен признаться, Ефраем, что я вас достаточно хорошо знал. Я, например, помню вас стоящего в московской синагоге. Я понимаю, что когда я в 81 году уехал, то ваша судьба сложилась необычным образом. Расскажите немножко нам, прежде всего, о себе. Мне кажется, моя судьба до этого времени поначалу была похожа на суд многих других еврейских семей, значит, мы ничего не знали про еврейство. Удивительным образом мне казалось всегда интригующим существование еврейского народа, как некоторая как бы энигма, некоторая тайна, которую необходимо было открыть. Она завораживает. Я еще в ранней юности обсуждал со своими друзьями, как получается, что нас все время ненавидят. А если так, то почему же мы все-таки выжили? Религиозными людьми мы не были, конечно. Наверное, есть какая-то сила, которая нас защищает, для чего-то мы нужны. Мне так повезло. Я оказался в математической школе в старших классах, и там было много евреев. Мы это обсуждали. Вечные вопросы, которые беспокоят в юности. Вот почему и для чего я живу? Время идет, и происходят драматические события. 70-й год, значит, попытка захвата самолета. Этой мужественной людьми, как протест против невозможности алии, эмиграции. И вот первое чудо. 71-й год открываются эти ворота, и начинается поток. 71-й год. Первый год массового отъезда. Проходит еще несколько лет, и я уже, так сказать, приобрел какую-то специальность. Я уже инженер по компьютерному оборудованию. Работаю. Каждый день прихожу домой с работы, и мне кажется, что моя жизнь проходит бестолку. Ну, единственное, что меня держит, это вот передача на коротких волнах радиостанции, помните, там, BBC, Голос Америки. И вот, что вы думаете, передача Израиля. Голос Израиля передает интересные вещи по-английски. Говорит, что уже есть в Москве какая-то организация, так сказать, не организация, так сказать, в жестком смысле слова, но встречаются молодые евреи, проводят как-то вместе праздники. Здесь какая-то вот жизнь что-то бурлит. Совсем удивительные вещи они рассказывают, что есть кружки по преподаванию еврита. Как найти дорогу этим людям? Надо искать, и я ищу, и занимает мне полгода. Я нахожу, у кого угнули своего собственного приятеля в той же школе, параллельном классе. Он стал преподавать или мавритом. И вот я начинаю учить еврит, так трудно было учить английский. И так быстро стал продвигаться с евритом. Проходит совсем немного времени, и я уже свободно говорю. Через год примерно, я уже чувствую себя вполне уверенно, и я собрал немножко денег. Прихожу к учителю, говорю, Лёва, я собрал деньги вот как бы по нашему ЦДК, потому что многие семьи получают отказ, отказники. И мне на что жить. Лёва спрашивает, сколько ты собрал? Я говорю, половину месячной зарплаты инженера не так плохо. Он говорит, совсем неплохо. Но ты знаешь, у меня есть лучшая идея. Пошли самого себя в качестве преподавателя еврита в какой-нибудь другой город. Кроме Москвы и Ленинграда нигде ничего нет. И это был первый раз, когда я, так сказать, столкнулся с этой проблемой. Нигде ничего нет, пустыня. А три четверти советских евреев живут в этих самых других городах. Это не просто какие-нибудь другие города, а это традиционные, традиционные еврейские места, как Киев, Харьков, Одесса, Минск. И там никакой еврейской деятельности нет. Никакой. И что, какой результат, что можно ожидать? И они исчезнут. Они ассимулируются, исчезнет ещё пару поколений, ничего не останется от них. Я подумал, вот это да. Вот это нечто, мимо чего нельзя пройти. Но это опасно. Почему опасно? А потому что существует такая милая организация, называется КГБ. А силы у них немаленькие. Кто им противостоит? Мы, горстка людей, горстка активистов. Вы знаете, я перестал спать ночами. У меня появилось странное ощущение, что это адресовано лично мне. Лично я должен начать. И вот я окончательно решился. Довало Хануку 79-го года, как раз Хануку. Даже трудно писать, что это был за проект. Вот если мне сегодня скажут, проведи где-нибудь там какой-нибудь, я не знаю, воркшоп. Я скажу с удовольствием, а вы найдите мне людей. А если мне скажут, ты сам ещё и людей найди. Я не возьмусь за это. Откуда я найду людей? Шансы такого проекта, ну, можно сказать, нулевые. И в ситуации, когда противостоят нам колоссальная страшная организация. Ну, первая функция, которую я представляю себе, это такой странствующий учитель, я так назывался. Некий такой супермен, человек, который знает иврит, знает еврейскую традицию. Харизматичный. Без харизмы у нас в подполе ничего не работает. Он говорит, подвижный, не очень известный властям, умеющий преподавать, умеющий выдержать давление КГБ. Когда оно начнётся? Нет вопросов, что оно начнётся. Вы мне скажете, таких нет на свете. Нужно придумать другую систему обучения. Должно быть очень интенсивная система обучения, и мы полностью изменили то, к чему мы сами привыкли. Должно быть очень интенсивное преподавание. Вот приезжает человек из другого города к нам в Москву. Две недели не всовывает нос из квартиры, в которой он с утра до вечера учится. Уже количество материала много превосходит то, что он в состоянии понять. Он уезжает к себе в город, и там начинает преподавать. И вот тут, когда он преподает другим, начинает понимать сам. А, вот это то, что имели в виду эти ребята в Москве, теперь мне дошло. И нет лучшего способа научиться, чем преподавать. И система такова была построена изначально, потому что у нас нет такой возможности выбирать людей, которые умеют преподавать. У них есть эти склонности, таланты, дарования. Мы выбираем того, кто хочет. Достаточно того, что он хочет, и мы должны делать всё возможное и невозможное. Обеспечить его, научить его, дать ему, так сказать, вдохновение, взяться за это опасное дело. И власти и КГБ должны знать, что если не отрубят одну голову, вырастет две. Но в любом случае, видите, Лёва Улановский зажег вас, вы зажгли других. Нет, я сам зажегся. А почему вы загорелись? Откуда это? Вот это вопрос, на который нет ответа. Есть божественная искра, есть у каждого какой-то свой, не знаю, звёздный час. Вот я чувствовал это горение изначально. Так же, как я не мог спать с ночами, ночами, покуда я и начал заниматься подпольным проектом. Вы представьте себе, что в вашем доме поселился офицер КГБ. И всё, что вы говорите по поводу проекта городов, так мы его называли, слух не говорится, только пишется. Нужно приучить себя к тому, что лишнее слово, которое попадает сразу в огромное ухо КГБ. Мы хотим послать человека, организовать летний лагерь. Мы не можем ему позвонить, мы не можем написать. То есть нужно просто кого-то физически послать. Он должен объехать много городов. Ты приезжаешь или кто-нибудь приезжает. А может не быть дома. А где ночевать? И так далее. А что есть, если это люди, которые соблюдают кашрут? Вот так работал проект. Как он мог выжить? Как он мог существовать? Когда вышла моя книжка на иврите, прошлая версия сейчас есть по-английски, на презентацию приехал Юлий Эдельштейн, уже знаменитый сегодня человек, и он аудиторией, пару суток человек собралось, сказал, знаете, сколько времени существует проект против желания КГБ? Сколько времени он может просуществовать? Я вам, говорит, отвечу по своему опыту. Секунды, считанные секунды. Наш проект продержался несколько лет. Вот был такой проект. Это было колоссальное, необыкновенное, как мы сказали бы, благословение, blessing. Нам удалось разработать эту систему интенсивного преподавания. Нам удалось организовать хранение книг. Нам удалось организовать распространение техник. А что такое распространение? Это значит, что кто-то берет на себя миссию поехать, как мы только что сказали, с полным рюкзаком какой-то еврейской премудрости, с учебниками, в надежде, что его не схватят по дороге. И я вам скажу, а что делать, когда некого послать? Тогда я посылаю сам себя. Я беру вот такой рюкзак, килограмм на 25, полностью забитый книгами, и отправляюсь иногда на самолете, иногда на поле, раз за разом, раз за разом, в надежде, что меня не поймают. Держи КГБ, что уже они заснули за, так сказать, рулем, ни в коем случае. И КГБ еще с самого начала, еще проект не начинался, уже меня выловило. И был многочасовой допрос, были угрозы. И они впервые тогда произнесли слово «показательный процесс». «Показательный процесс» – это понятие со времен Сталина. Это нечто, на что приглашаются средства массовой информации. Обычно во времена Сталина приговор был очень суровый, либо было много лет, так сказать, заключения, либо и хуже того. В наше время смертные приговоры, так сказать, раздавались редко. Но схлопотать очень много лет можно было легко. И вот я продолжаю, и где же КГБ? КГБ потихонечку начинает обнаруживать признаки какой-то деятельности. По-видимому, они не до конца понимали масштабы нашей деятельности. А мы пытались создать еврейские группы в 50 городах Советского Союза. И вот простейший пример. Идешь по улице, с тобой, естественно, кто-то идет незваный. Ворачиваешься, он смотрит прямо на тебя. Или еще пример. Ты идешь, вдруг черная машина КГБ с этими испещренными антеннами во все стороны следует за тобой, как привязаны веревки. Что они хотят сказать? А мы следим за тобой. А мы про тебя все знаем. Звонок по телефону. Тебе не стоит возвращаться поздно домой. Я не буду перечислять все, этого много. Нужно как-то выдерживать психологическую нагрузку. Продолжать идти вперед. Давление усиливалось. И зимой 83-84 года стало понятно, что я уже просто совсем уже, так сказать, на подлете. И весной это было. В Песах я пригласил двух моих главных помощников, которые со временем стали партнерами. И полномочил их продолжать, если со мной что-нибудь случится. Говорили, что они разделят между собой мои функции. Я хорошо помню эту беседу, драматическую беседу. И действительно, я был арестован летом, через три месяца после этой беседы. Я был в маленьком местечке в Эстонии. Было какое-то мелкое обвинение по хулиганству. Меня привезли в таллиннскую тюрьму. И вот в один из дней открывается со скрежетом двери этой камеры С Тхолмянский к следователю. Вот мы спускаемся в подвал для допросов. Меня ожидает там особого вида господин. Говорит, я ваш новый следователь. Я следователь по особо важным преступлениям. И начинается этот опрос. Он мне говорит, был произведен обыск в вашей квартире в Москве. Говорит, обыск был найден пистолет, патроны антисоветской литературы. Кто дал вам эти предметы? Почему вы их хранили в своей квартире, в своей комнате, под стеллажок книжек? Я понимаю, что та большая провокация, как мы говорим по-русски, которую я опасался, предполагал, что у нас случится, она случилась. Значит, понятно, что будет показательный процесс. Понятно, что очень удобно обвинять нас в хранении оружия, в собственно террористической деятельности, а не говорить про культурную деятельность, которую мы на самом деле вели. Меня возвращают в мою камеру. Я понимаю, что сейчас решается очень много. Гораздо больше, чем моя личная судьба. И я говорю себе, ведь у меня мало сил для того, чтобы быть пассивной жертвой. Я на это не готов. Я просто не могу быть жертвой. А какое единственное оружие есть у заключенного в такой ситуации? И оружие ли это вообще? Кладовка. И это баюдоострый меч. На следующий день открывается такое окошечко в тюремные двери, через которые швыряют тебе то, что они называют словом «еда». Я отказываюсь, протягиваю записку. Ладовка протеста. На следующее утро меня выдергивает заместитель у начальника тюрьмы. Он говорит, но ты неправильно читаешь политическую карту. Вот представь себе, что ты напал на тюремщика. Какого наказания получают заключенные, которые напал на тюремщика? В русском доске для этого есть хорошее слово «карцер». Вот у тебя есть время одуматься. На следующее утро я в карцере. Такое маленькое помещение, два с половиной на два. Можешь пройти два шага в одном направлении, полтора в другом направлении. Кровать, не кровать. Такая конструкция. Это металлическая рама, в ней не обструганные доски. Никаких, естественно, спальных принадлежностей. Да и эта штука закрывается в стенку и запирается снаружи. Так что открыть ее нельзя. Заключенный в карцере может пользоваться им только с 11 вечера ночи до 5 утра. И сесть там не в ночь. Я кричу своим соседям, а там можно крикнуть, пока еще у меня есть силы. Сколько максимум дают в карцере? Мне сосед отвечает «15 суток». Ну, а больше бывает, я кричу. Редко. Но бывает. Если есть какой-то, которого они хотят сломать, они возвращают его в обычную камеру на несколько часов, а потом еще 15 суток. Ну, а больше 30-ти-то бывает? Я кричу им снова «нет». Больше 30-ти не бывает. Отсюда понятно, что условия там настолько тяжелые, что они ждут, что я буду ломаться в первые же дни. 15 суток прошли мои голодовки. Меня вызывают, приводят в новую комнату, где я еще никогда не бывал. Там стоит офицер. И, значит, официально читает в какой-то бумажке. Начиная с 15 суток голодовки, согласно закону, начинается предвидительное кормление. Вот посмотрите на этот столик, он мне говорит. Я смотрю на этот столик. Там действительно какие-то инструменты, которые я не видел, кроме наручников. Ну, говорит, наручники, само собой, значит, вот это специальные инструменты для открытия рта, для отжимания языка. Это сонд толщиной в палец, который будут вам вводить через горло до желудка. И это вполне истязание. Вы сами себя к этому приговорили. А умреть вы все равно умрете. Я ему отвечаю, смотрите, я по своей воле не беру никакой пищи. Хотите и так, хотите и так. А это все равно голодовка. В какой-то момент снова заместитель тюрьмы говорит, вот условия в карцере на голодовке очень тяжелые. Это он мне объясняет. Это, конечно, повлияло на вашу способность анализировать ситуацию. Мы сделаем жест. Мы откроем вам эту милую кроватку. Мы вам дадим постельные принадлежности. В надежде, что вы сможете перейти в порядок в свой мыслительный аппарат. И одуматься. Открывают мне эту кроватку. Селят в постель. Приносят одеяло. Все, кроме подушки. И секунду я внутри. Я говорю себе, если я вышиву, вдруг так случится, что я буду рассказывать об этом кому-то. Меня спросят. Удивительную вещь. Может ли быть рай земной в карцере на голодовке? То я отвечу, да. И вот сейчас. Настолько это было неожиданно и сильно сравнение с тем, что было. Ну, а вопрос, зачем они это сделали. А ответ очень простой. Потому что нечего у меня было забирать. А теперь есть, что забирать. Это понятно было с первой секунды. Где же мой Чакаренко, мой следователь? Он появлялся все время, время от времени. Те же жесткие требования, тот же давление. Натакался на те же мои ответы категоричные. Мы уже где-то в конце ноября. Начал голодовка 13 сентября. Я уже здорово ослабел. И вот Чакаренко. Говорит, две экспертизы были произведены. Экспертиза установилась, что из него стреляли. Но нет возможности определить при каких обстоятельствах. Я говорю себе, подожди. Но вы поймёте, что он хочет сказать. Он хочет сказать, что из него стреляли и убили. И сейчас себе будут пришивать ещё 10 новых дел. Вторая экспертиза продолжает Чакаренко. Дактилоскопическая. Определялась, есть ли отпечатки пальцев на пистолете, на патронах. Надо сказать, что экспертиза не нашла пригодных для идентификации отпечатков пальцев на пистолете. Я слушаю, не могу понять, что он говорит. Как? Не нашли отпечатков пальцев на пистолете? Вы что, не подделали мои отпечатки пальцев? А ради чего весь этот балаган был затеян? То есть какие-то новые силы сейчас борются за нас, за меня? И вот с этого момента я понял, что мы начинаем побеждать. Ещё была очень длинная борьба. Но кончилась она тем, что никакого показательного процесса не было. Вместо пяти лет плюс семи ссылок я получил полтора года. И вот так мы победили силы зла. Я прочувствовал вашу рассказ до глубины души. У меня нет слов выразить и восхищение вашим мужеством. И вместе с вами я переживаю тот рассказ борьбы. Было много сионистов, было много людей, которые хотели изучать евреев и стремились прежде всего выехать из Советского Союза. Но были всё-таки единицы, которые начали искать свои духовные корни в стране. Как Владимир Ильич называл её, по-моему, тюрьмой народов. Это была тюрьма нашего еврейского народа. И вот там нужно было донести свет до оказавшихся во тьме советских евреев. Я был как бы изначально человеком верующим. Всегда было ощущение, что есть какие-то вот эти, то, что я вначале сказал, есть какие-то силы, которые, так сказать, находятся вне нашего мира. Я предпочел не разывать от этих сил никакими словами. После советского вторжения в Афганистан в конце 79-го испортились отношения с Соединёнными Штатами. И чтобы нас всех наказать, советские власти закрыли отъезд. В Москве и в Ленинграде образовались группы молодёжи, которые вдруг задали вопрос, а может быть в этом есть какой-то смысл? Может быть мы должны побыть здесь немножко ещё и что-то узнать про себя? Начали появляться на горизонте группы по изучению историй, группы по еврейской тематике, изучение Торы. И я здесь как раз никаким лидером не был. А произошло вот, что мои ученики начали ходить на занятия Торы. Начали задавать мне вопросы, потому что им приходилось с чем-то сталкиваться. А я, так сказать, под рукой. И кроме того, так сказать, статус учитель, он очень высок. Кажется, что я на любую тему могу ответить. И я очень быстро понял, что у меня нет ответов. И я сказал, я тоже хочу понять. Кроме того, вы знаете, есть такой у меня элемент еврейской солидарности. Вот не знаю, свинину, например, есть. Люблю свинину, но не буду её есть из еврейской солидарности. Шаббат еврей соблюдает. Но я человек нерелигиозный. Но из еврейской солидарности я что-нибудь буду делать. Я буду зажигать свечи, я не буду слушать радио, я не буду писать. Я буду почти всё. А потом я начал изучать, ходить на уроки еженедельно Торы. Мне показалось, что есть в этом нечто, от чего отказаться нельзя. И был такой период, когда целая группа людей, так сказать, встретившись, это было в 83-м году, ещё до ареста, встретившись после летних, как бы, летнего отпуска, вдруг увидела друг друга в кипот на голове. Мы с большим удивлением друг на друга посмотрели, потому что это неоткуда, как бы, вроде бы, и формально не следовало. Но в этом была какая-то живая, я не знаю, биение жизни. Мы очень быстро добавили религиозные измерения, так сказать, в наше обучение. Наш проект очень быстро, так сказать, на делки пот. И если я в 83-м году, то, так сказать, ноги и раньше. Таким образом, так сказать, это всё слилось очень органично и естественно. И я думаю, что я просто не выжил бы без этого ощущения божественной миссии. Что касается молитвы в карцере, то это особый разговор. Это нечто, так сказать, что недостижимо, так сказать, на свободе. Я хочу вас поблагодарить за потрясающий, потрясающий, совершенно до глубины души рассказ. Дай Бог, чтобы ваши слова были тем светом, который и рассеивают тьму у нас, в нашем изгнании американском. И пусть это будет огонь, который зажигает наши сердца. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!